К другим темам перехода в Москве проходит выставка ретро-автомобилей и старинной военной техники. Для любителей раритетов в Сокольниках открыли сразу три павильона. На месте работает наш корреспондент Алексей Казанников. Сейчас он выходит на прямую связь со студией LifeNews. Приветствую тебя, Алексей. Ну, что тебе показалось на выставке самым увлекательным и какой из автомобилей был самым любопытным? Добрый день, Кадрия. Но дело в том, что, честно признаюсь, здесь просто глаза разбегаются от количества экспонатов, которые представлены здесь. Как ты правильно сказала, в этом году выставка Oldtimer занимает сразу три павильона. Это больше 10 тысяч квадратных метров. И вот еще один интересный момент, то что помимо традиционного ретро-зала, в котором выставлены автомобили преимущественно 20 века, различных производителей, американских, немецких, советских, добавилось еще и две дополнительные выставки. Это «Подарки вождям» и «Мотор Победы». Это та выставка, на которой находимся мы сейчас. Итак, здесь представлены военные автомобили. Большинство из них принимали участие в Великой Отечественной войне. И вот один из самых интересных, здесь он звучит как самый легендарный, это «Стьют Бейкер», на борту которого установлена «Катюша». И вот именно вот эта махина в свое время пугала, наводила ужас на немцев. В первую очередь из-за того, что оказывало очень сильный эмоциональный заряд. Я имею в виду, дело в том, что ракеты одновременно выпускались, и поэтому та территория вокруг намеченной цели, она практически в считанные секунды становилась изрешеченным, спаханным полем, спаханным этими ракетами. Ну вот лучше про этот автомобиль нам расскажет участник этой выставки Юрий Москвин. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста. Итак, «Стьют Бейкер» вроде американский автомобиль, при этом наша советская «Катюша». Как так получилось? Ну, эти машины поступали нам по «Ленд-Лизу», начиная с 1943 года по 1945 год. Вначале «Катюши» ставились на «Азиз-6» с 1941 года, но потом сделали там опытные образцы на «Форт», на «Джи-Мси», на «Студебекер». И это единственная машина, которая обладала и проходимостью, и маневренностью, и движок достаточно сильный, и у нее рама жесткая, но хотя ее усиливали, когда ставили установку, и она оправдала себя, и была на вооружении еще до 60-х годов. Эта машина конкретно нами создана, собрана, отреставрирована за 4 года. Вы говорили, у вас даже дедушка на такое ездил? Не дедушка, а отец. Он воевал с января месяца по 1945 год, и потом после войны был в Германии, еще оставался служить 7 лет. И на «Студебекере» он был водителем. И воевал, и уже служил после войны тоже на «Студебекере». Ну, это может быть и в честь его, но в то же время это чувство патриотизма, чувство достоинства нашей страны, наших воинов, которых не стоит забывать. «Ленд-лиз» нам помог, и то, что эта машина сыграла огромную роль в победе в Великой Отечественной войне, это никто не даст сомнения. Спасибо вам большое. Ну что ж, хочу добавить, что уникальность вот именно этой галереи «Олдтаймер» заключается не только в том, что здесь открыты еще две выставки «Мотор Победы» и «Подарки вождям». Дело в том, что здесь сегодня впервые был представлен автомобиль, представлен широкой публике, который до этого момента в таком состоянии не видел никто. Речь идет о вот этом «Миноре». Посмотрите на этого красавца. Он был сделан в 1949 году, и Чехословакии подарен Иосифу Сталину. И вот сейчас мы можем наблюдать уникальный момент. Вот эта машина, она именно в таком состоянии собиралась в 1940-х годах в Чехословакии. И любопытная еще одна такая деталь заключается в том, что в свое время, в 70-е годы, этот автомобиль был приобретен обыкновенным москвичом Владимиром Базаровым, который купил ее не за такие большие деньги. Послушаем, что он рассказал нашей съемочной группе. «Было объявление в московской газете. Реклама. Продается автомобиль марки «Минор». Чехословакского производства. Ну, указана цена и телефон. Я с ним связался. Приехал, поглядел. Устроило меня все. Состояние автомобиля и его цена. Он мне сразу сказал, его историк, что он был подарен Сталину, был в музее. До определенного времени, пока Сталина не разоблачали культурщики, его все подарки в разных местах определили. Ну что ж, при двери женского праздника и мужчинам есть чем себя порадовать. Спасибо, Алексей. Это был Алексей Казанников. Он рассказал о выставке старинных автомобилей, которые сейчас проходят в Сокольниках. А мы продолжим через пару минут. Оставайтесь с LifeNews.